ДОТА 2 Только ДОТА на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starluder.tv Повторы всех игр смотри на ютуб канале ДОТА SLTV. Что ж, доброго времени суток, дорогие друзья. С вами по-прежнему Год Хантед и по-прежнему квалификации на Интернешнл 2014 в регионе Европы. Это Маус Спортс против X-Game КЗ. Для вас более, для меня в принципе тоже более известный как Next КЗ. Ну и вот она турнирная таблица после первого дня. Сегодня первая игра. И результаты пока такие. RockSkiss 6 игр, 6 побед, 18 очков. Следом за ними идут Мауза 5 игр, 5 побед, 15 очков. MMC 6 игр, 4 победы, 2 поражения, 12 очков. Virtus.pro 6 игр, 4 победы, 2 поражения, 12 очков. Ну и Next КЗ расположились на пятой строчке. 5 игр, 3 победы, 2 поражения, 9 очков. Но сейчас что-то изменится. Либо Мауза догонит своих оппонентов. RockSkiss выровняются с ними по статье. Ну, либо Next КЗ выровняются с Virtus.pro. Давайте немного пройдемся по ростерам. X-Game. Mantis, Reeves, WTF, Stalket, Equal. Команда Мауз. SpyCut, Misery, MSS, Fata и Pass. Статистика команд на данный момент выглядит так. Команда Next Game. Ой, извините, Next Game. X-Game, КЗ. 77 матчей, 25 побед, 52 поражения, 32% винрейта. Среднее количество убив за игру почти 20, смертей 28. Самый пикомый герой Бэтрайдер появлялся 19 раз. Винрейт составляет 47%. Кентавр 18 раз пикался 61% винрейта. Вот это посильнее выглядит. Ну и их противники. Команда Мауз. Ровно 40 матчей, ровно 20 побед и 20 поражений. 50% винрейта, 22,5%, точнее просто убийств за игру смертей 20,2%. Самый пикомый герой Патма появлялся 14 раз, 57% винрейта. Самый победоносный аппарат. 13 игр, 61% винрейта. Ну и можно, наверное, нырнуть в игру, посмотреть на пики и баны. Мауз Спорт забирают аппарата Фуриона Виспа. Уже очень мобильная связка, которая может нагнетать обстановку на любой части карты. Икс Геймэш забирают Рубика, Инвокера и Вилера. В бане находятся Патма, Дерево, Пак и Райс Кинг. Мауз Спортс избавились от Ликантропа, Бэтрайдера, Чена и Инчи. Защитились, я бы сказал, от Пуша, наверное. Но идти не появляется с четвертым пиком. Может, может погубить. Ну что, 14 секунд. Икс Гейм КЗ. Есть один саппорт, есть вивер в качестве мейнкерри, инвокер на мид. Необходим еще один саппорт и оффлейнер. Если, конечно, на оффлейн отправится не вивер. Кентавр Варраннер появляется на оффлейн. Ну и тут же банится Энигма. Не знаю, почему бы боялись Энигмы. Есть, конечно, некий АОЕ-раскаст. Кентавр может даблэджем больно ударить, но... По-моему, тут стоило банить Дизраптора. Который может помешать очень сильно жить и Тинни Виспу с Фурионом, который бы прилетали гангать. Поэтому, наверное, я бы забанил Дизраптора. Пять секунд осталось. Резервный час. Радиент, Тимпик. Минус Вайпер. Ну и пик в миду от Маус Спортс. Кто должен появиться? Мидер. Может быть, Шторм Спирит, который тоже будет достаточно мобильным. Не в бане пока. Разор. Резолф Тайм. Это Тинник. Это Тинник. Как от него защищаться? Я не знаю, на самом деле. Здесь очень сильный пуш-потенциал у Маус Спортс. Они могут очень сильно забомбить разные лайны. Они еще и берут очень агрессивного героя Найт Сталкера, под которого можно залетать. Он может инициировать. Остальные могут подтягиваться. И понеслась. Ну а Муза сейчас выглядит очень сильно. Многие называют их фаворитами данного турнира. Если кто-то не знает, это бывший Тим Док. Дот-ТВ ТВ не слышно? Должно быть слышно. Вроде Дот-ТВ есть звук, но я сейчас выключу галочку еще раз, чтобы было слышно. Ну и последний пик. Появится ли Дизраптор, который здесь бы не помешал очень сильно команде Иксгейм КЗМ. Можно было бы контрить и Фуриона, и Свиспом Тинника. Но есть ли такая задумка у Иксгейм? 30 секунд. Ну пора уже выбрать героя. Я считаю, что самое время таки. Всего лишь 30 секунд остается. Задумались. Задумались. Ну кто может появиться? Может появиться какой-нибудь Сан Кинг, который спокойненько уйдет в лес. Это Дизраптор! Вы посмотрите, какой я сильный. Я нереально сильный. Я что-то понимаю. Кого надо брать и когда. Ну ждем, когда ребята распрыгаются по героям. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Ух, ушите барабанщики. А пока хай-титул. Да, не буду вам мешать рамочкой своей волшебной. Ну, жди там 10 seconds to battle 10 seconds remaining, sorry 5 seconds remaining Ну и что ж Команда Маус, Пайкат играет на Фурионе Мизери, Висп, МСС Тени, Фата, Найт Сталкер Пас играет на Ancient Operation Их оппонент Next KZ, они же X-Game KZ Ватафака, Инвокер, Мантис Вивер, Сталкат, на Кентаври Ривз играет на Рубике И Квал, Дизраптор Посмотрим, посмотрим Что будет В принципе Если Мауза Прослоу почет И Найт Сталкер не сделает В первые 10 минут Достаточное количество фрагов Не соберет необходимые айтемы Тяжеловато будет Потом Маузам Тут есть Вивер Тут есть Кентавр Дизраптор Тиник, в принципе, Кантрица У меня День рождения Будет 30 апреля Тут два типа Я так понимаю Хотят диверсию завершить Сейчас мы им объясним 30 секунд Для борьбы Глимса Не стали качать Хотя можно было Попробовать вернуть Ancient Operation А подстанете Убить Не знаю Что-то постеснялся И Квал здесь Battle begins Что ж, погнали Бегут тренты на топ Не знаю, что они тут смогут сделать Но в любом случае Пайкат блочит крипов А здесь, наверное, попробуют Заблочить спауны Чтобы не было отводиков Да, очень много вардов Наставили сейчас Иксгейм ГЗ в лесу Пытаются как-то Заблочить Если что Вдруг Фуриона с лайна прогонят Чтобы он не мог там стоять Ну и Тинни Висп Дабл Мид Интересный выбор Ну а здесь Фата На Баланаре На Ботами Не первый раз юзается Баланар На Изилейне Но при этом он должен фармить Он должен фармить Получать какой-то Экспириенс и золото Чтобы собрать там ПТшечку или физы К первой ночи Ой-ой-ой Вылетает тут Эквал His lagging Пишет Мантис Там пишут по поводу пиков Каково здесь будет Найт Сталкеру Найт Сталкеру Здесь будет неприятно Особенно когда подойдется На Дизраптор Смогут его еще Доцепануть Подтащить У Кентавра Будет достаточное Количество дэмэджа Ну Баланар Не самая лучшая цель А вот Ancient Operation Развалится с прокаста На Изи Обожаю паузу В начале игры Когда даже не о чем Поговорить И нечего рассказать Пока по крипам Ридирует Тинник 4 на 2 в медле Против инвокера У которого 0-0 What the fuck И не заезжает Тем временем На топе Пайкат 0 крипов 1 точнее Даже ласт хит Есть Что-то вывез Столько же Сколько и Баланар На Изилейне Ну же Ну же К нам Вернись Наш Дизраптор Тра-та-та Там кто-то Кстати написал Что по ставочкам 16% Только за Next KZ Насчет ульта И убежать Это конечно здорово Но если цепанут Кого-то Рубика То он может В стане Никуда не убежать Ему хватит Расстать Раскастый пинка И мы будем продолжать Go-go Сейчас увидим Муза Очень неплохо Проводит Массфайты Вчера я Смог в этом Убедиться Посмотрим Что покажут Сегодня Фата Вайдами Много крипов Не нафармишь У Пайка-то Зато здесь Дела Очень даже Хорошо Он себя Будет Великолепно Чувствовать Один Вивер Ему ничего Не сделает Ну а Тинни В медле С виспом Загонять Вряд ли Смогут Инвокер Инвокер Все-таки Ринджо И пошел Коудснэп И по лицу По лицу Проблема в том Что здесь Дабла Против Триплы Будет себя Чувствовать Неуютно И Моузайта Прекрасно Понимают Что тут Можно сделать Ничего Нельзя Сделать Увел Крипов Сейчас Кентавр Кентавр Формит Себя Подвышкой Держит их На себе Чтобы Лайн Испушился Ну а Блонар По прежнему 2 на 0 Заход На кентаврика Кентавр Крепочки Крепочки Все хорошо Лайн Спушится Оп Ферстблат Это Пайкат Прилетает в мидл Под Виспа С Тинни Да Пропустил я ФБ Как я говорил Очень мобильная Связка У Моузов И чем дальше Чем она будет мобильней Будет Появляться Релокейт У Виспа И в любой Точке карты В любой момент Могут оказаться Три героя Блонар Сам по себе Очень быстрый Ну и у инвокера Плохой Начало 0-1-0 6 крипов Всего добил У Тиннику 13 на 3 Единственное Кто его обгоняет Это Сталкэт Не 14 на 4 Но это Кентавр Кентавр Это очень круто Если у него появляется Ранний даггер Может что-то намутить Висп В инвизе Подходит Фуриончик Тем временем Уже 4 уровень Залет на ботом Дизраптор Будет ли возвращать Вернул глимсом Фурион Улетает С руки Я бы на месте Дизраптора Сейчас не баковал Да Ну и вот он Дизраптор В действии Ганги Фуриона Не так плодотворны Его тут же Возвращают Назад на лейн И там он Уже Ничего сделать не может Кентавр Тизер Есть слоу Кентавр Стан Ну и будет ли Тычка от фаты Есть слоу Телекинез Поднимают И Рубик Отсюда тоже Вряд ли уйдет Пошли Виспята Тычки Тизер Слоу Сыпется команда Иксгейм Все без Фуриона Справляются На ура Извиняюсь Выключил микрофон Чтобы чихнуть Не хотел На вас тут Громко Ну что Тинник в медле 19 на 6 Его никто не трогает Отправляется за руны Регена Здесь же есть инвокер Будет ли засыпать Засыпает инвокер Инвокер роняет Руну Мана нету Айсвол Пробегает Тинник по нему Через тизер Нету мана К сожалению И подбегает Сюда фата Первая же ночь Фата просто С войны Забирает инвокера В медле И 2 0 1 И 7 крипов всего Сталкер Такой герой К которому Крипы не особо нужны Френа Есть физы И 6 сотен На руках Инвокер Приостанавливает Игру На улице Что-то жуткая Жара И при этом Меня Штормит Возможно Это Аллергия На пух Которого Просто Миллион Мы продолжаем Виверочек Виверок Открою Ваш чатик А то вы там Можете Распоясаться Без меня Что на ботами На ботами Оставляют Соло аппарата Аппарат Понятное дело Почему здесь стоит Ему нужен 6 уровень С его 6 уровнем Ганги будут еще Интереснее Под релокейтом Правда Виспа Только 4 Но он тут Синикам Одновременно Практически Получит Ультимативные Способности Тут пишет Поставил Доллар 50 На next Казавин 5.68 Я думаю Что Скорее всего Ты луз Доллар 49 Войт На инвокера Пошел Грейс Ульт Ультимейт Ультимейт От фуриона Фурион Тоже сюда прилетает Есть ли спруты Спрутов Нет маны Чуть не хватает Но по всему И так расправится Да Очередной Килотфаты 3.0.1 Поучаствовал В четырех Дизраптора Находит Войт На пол хп Глимсом Вернули А толку то Ну и дотыкать Пайкат наверное Да Пайкат дотыкал Полетает сюда Вивер Пайката проблемы Пайкат Погибает Но тем временем Фата просто грызет Подлетает сюда Висп Раскручивает Минус рубик Это 7.1 уже Тени Дабл кио От фаты А если посчитать Это наверное даже Три пол кио Потому что 5.0.2 Или это посчитался Дизраптор Куда ж ты братю Не вылез то Дизраптор Глимса нет Есть под сейф ТП Прилетают Пытаются что то сделать Рубик Есть ли телекинез Есть телекинез Поднимает фату Фата Начинает вгрызаться в Рубика Включает ночь Рубик Виспа закинули Раскручивается весь Пято Санстрайк в никуда Прилетает Фурион У эквала проблема Минус эквал 10.1 на 7 минуты Это разнос Фата уже отпился Прилетает сюда Вивер Есть ли Сайланс Сайланса нет Вардов тоже нет Поэтому Вивер здесь выживет Скорее всего Ой-ой-ой-ой-ой Просто А вот теперь не факт Хотя четвертый Шакуча Пытается убрать Мизери Пинок Таймлапс Минус висп Ну и Мантис Сидет грызть даже Дальше Фата Тычечка Может покинуть тени Мантис Войд Дабл кил от Мантиса Забирает он по итогу тени Но погибает при этом сам 11.3 Тем временем аппарат На ботами уже получает Шестой уровень Появляется у него Ультимейт Пайкат Совсем скоро с Мидасом Для оффлейна Просто все великолепно Физы и Мидас На 8-9 минуте будет Ну и здесь Висп наконец-то Получает релокей ТП в Миду Кто прилетает Прилетает тени Тоже что урон есть Можно куда-то ворваться По сути на топ Например Ульт Кентавра Кого цепляют Никого Кентавр просто убегает Ну теник Лупит крипов Пас Уже куда-то ультимейт Вылетал Релокейт Кого будут цеплять Цеплять будут Сталката Сталкат Тайцу уйти Закинули Минус Сталкат Засыпали Мантис Ели живой Таймлапс Фулл ХП В любом случае Кентавра забрали Жука скидывает тени Забирают его назад в Мид Прилетает сюда же Фурион Есть Мидас Вот она 9-ая минута И пошли пушить На 34-й уровне Инвокеру тут трудновато будет дефать Потому что он всего 6-й Тени уже 7-й уровень 12 на 3 На 9-й минуте Более 3000 преимущества По золоту Моузов 3000 по ХП Тени Тычечка Да, теник наваливает ПТ Брейсер достаточно толстый Тип 1200 ХП Ждем следующей ночи Когда Баланар Уже пойдет Творить грязь Баланара пока ничего нет Кроме ПТ Но у него хороший уровень 7-й Поэтому Этого достаточно Прокачал бы Хотя бы Ведничку Сайланс Было бы гораздо интереснее Потому что Вивер Вообще бы без жизни оставался Мантис Выходит Подкоп Пинок Виспята Есть таймлапс Фурион 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 Барабанщик Скоро появится Барабанщик Дабл дэмэдж От Виспа Он разваливает леса Приостановилась Приостановилась Немного игра Приостановилась Конвейер гейминг Я думаю Это До первой ночи Тинник Восьмой До барабанов Мал-мальски Остается Ну Саппортов Понятное дело Артефактов Нет Тут Нечего Смотреть Фуата Так я же не пью Всего Меня должно Штормить Ну что Виспенок Виспенок С транквилами Тишина На карте Абсолютно Ничего Не происходит Вот тут Собираются Загангать Мидл Через Глимс Не знаю Получится Или нет Глимс Второго уровня Рейнджа В принципе Неплохая И можно Попробовать Цепануть Но Баланар Слишком Толстая Цель 1200 ХП Почти 8 Армора Проблематичного Будет Пробить Вот аппарат Седьмой Уровень Топ Тауэр Из Андер Атак Подходит Сюда Аппарейшн Получает Экспу Еще и Катапульточку Забрал Есть Варды Есть Смакенский Все Неплохо Что Вивера Пытка цепануть Ставится Сентри А Виверу Лучше Сюда Не Подходить Аппарат Отводит Крипов От вышки Чтобы Под пуш Остановить Кентавр Есть Даггер Восьмой Уровень В принципе Неплохо Единственная Проблема Проблема В том Что Слишком Мобильны Мауза И они Могут Появляться Как раз Таки В любой Точке Карты И Даггер Не поможет Туда Переместиться В смоке Втроем Главное Кого-то Подцепить Подцепят Убьют Но Никто Не подставляется Кентавр В смоке Сейчас найдет Фуриона Пайкат Курьер Ну Вивер Разваливает Курьера 775 В копилку Эээ Иксгейм КЗ Веспенок Засыпают Веспа Проблемы Сюда же прилетает Бланар Пошел Есть Сайланс Пошла ночь Ульт Кентавра Пытаются уйти Минус Рубик Тэп-аут Получается Сделать Тэп-аут Это Размен 0 в 1 Ну за Забирают Рубик И на этом Все заканчивается Провезали Ультимейт Кентавра Провезал Ночь Бланар Но ночь Скоро Откатится Его кстати Вернули Глимсом На топ Где он Спокойненько Продолжит Пуш Тавра Падает Вышка На ботами Полторы Тыщи У Тини Сейчас На топе Вышка Отвалится Метеор Неплохой У Тини Проблема Забирает Его Висп Ну и будут ли Возвращаться Наверное Будут А вот так Санстрайк Придается Сюда только Мизери Да Отдают Виспа Продано Можно еще И аппарата Продать На топе Падает Вышка Две пачки Трэнтов И Забирают Ее крипы Нашли аппарата Почему же Почему же Почему ты тут стоял Ну и вышка На ботами Можешь Сейчас упасть Аппарат Появится Только через 13 секунд И сможет Ультимейт И покидаться Поэтому Можно Заюзать Фортификейшн Решили Разменивать Мидл Просто Разменивать Мидл Придается Сюда Фурион Пошел Ультимейт Вышку Скорее всего Отдадут Фортификейшн Уже Проюзан Падает Вышка На ботами Ну и Будет Падать Вышка Мидл Ультапарата Кентавр Запрыгнул Засыпают Шлейфом Цепанули Инвокера Кентавр Уходит на Ультимейте Метеор Ни по кому Пытается Заморозить Тут не надо Морозить Просто с руки Наваливают Тем временем На ботами Бланар Забирает Рубика Это Минус 2 в 0 Опять Падает Вышка В медле Муза На коне Тут сказать Нечего Более 5000 Преимущества И собираются Идти дальше Дефать Пока нечем Нет ни БКБ У Вивера Ни Ленки Вообще Ничего Атака Тоже Нулевая Пойнт Бустер Появляется У Тини Курьер Возродится Через 30 секунд Фуриончик Вивер А что он здесь Может сделать Ничего Падает Вышка Забирает Ее Фурион И будет Смещение На ботом Или на Рошана Где еще Стоит Т2 Его можно Спануть Фата Сайланс Ультаппарата Рубик Получает Много Дэмэджа С руки Да Минус Никого Закопал Пытается Уйти Отсюда Эквал Эквал Уйдет Ли Ну уже Вортекс Нету Вортекса Навесили Нормально Фата Даблэдж По улице Откусила Минус Сталкат Фата живет Виск выкиливает Отлично Спруты По твоим Выталкивает Форстафа Мантис Есть ли таймлапс Таймлапса нет Мантис Мансит МСС МСС скорее всего Погибнет Вивер Тычечка Мантис Отваливается Но вивер При этом Погибает Точнее Фата При этом Тьфу Блин Сталкат В общем Тинник Тоже погиб Я Все Поплыл Тем временем На топе Пайкат Шадоу Блейдом И Мидасом Продолжает Подпушивать Вышку Кстати Т2 не забрали И даже не Покоцали Я более того Скажу Одиннадцатый уровень Фурыча Блонар Хаста Отпевает Виспа Тут потихонечку И заберет Сверунку Блонар Сик Заходит Находит Сталката Уходит С дайгера Ну и Не пошло Поставил Вард Есть Вижен Фурион Сейчас спокойно Может улетать На ботом Пушить Там Но у него Маны Не хватает Поэтому ТП На Фонтан Бивер Никого не может найти Все на дагерах Уходят Тут аппарат Потихонечку Каганиму Идет Поинт Бустер Есть Как раз Прилетает На ботом Фурион Знает Что Вся команда Находится У себя В лесу И будет Сейчас Пушить К нему Ботами Преимущество Маузов По золоту 7.5 По Эксп В инвизе Спалили Сталкат Уходит Должен понимать Сейчас Фата Что здесь Где-то Вард Ну и Фата Скорее всего Сейчас Уедет Пошел Глимпс Пошел Ультаппарата Сюда Будет ли Релокейт Чтобы Подсейвить Да Есть Релокейт Залетает Сайланс Эквал Пинок Минус Эквал Тут же Теникс Иганима Начинает Пинать Мантиса Закопали Ой Минус 3 Даблки От Пайката Тут еще Попытка Цепануть Полетит ли Ульт Ульт Фуриона Тычечка Пока Живет Но Устал Кота Есть Даггер Поэтому Вряд ли Его Подцепят Хотя Да Упрыгивает И пойдут Пинать Вышку Слишком Толстый Блонар Он приобрел Себе Даггер И Пойнт Бустер Вышка Отваливается На ботами Вышка Тоже Упадет Во всю Фурион Свистпом Наяривают Две Вышки Падают Мгновенно Это Наверное Уже 15 Кусков Сейчас Будет Преимущество Нет Ни одного Т2 У Х Гейм При этом Они Снесли Только Т1 На ботами Преимущество По убитым Вышкам Колоссальное Ну Я думаю Сейчас Муза Чуть Чуть Дособирают Артефакты И будут Заходить Уже На хайграунд Фуриона Хекс 19 Минута Хекс Shadow Blade Fizzy Мидос Ой Ой Щелкают На Рошана Мол Надо Забрать Да Капывают Сейчас Иксгейм У себя На базе Выбора Подпушивает Топ Есть Ультимейт Уже Если что Сможет И в драку Помочь Потому что Эрпортация Тоже Откатилась Тиник Я так понимаю Собирает БКБ Не Выходят Не выходят За центр Карты Ребята Из Иксгейм Их тоже Можно Понять Потому что Тут Релокейт ТП И Привет Баланар Тем временем На базе Четыре сотки Остается До Аганима Убивается Батлом И ТП В Мидл Ну вот Немного Призбавили Муза Набрали Семнадцать Тысяч Преимущества Перестают Куда-то Летать Убивать Хотя Не особо Кто-то На карте Появляется Конечно Но Темп Темп Все равно Игры Сбавляется Прекрасно Понимаю Что у них Тинник Оверфарм И Можно Открыть Вот Нетворсы Тринадцать тысяч Триста У Фуриона Одиннадцать тысяч Сто У Тини Восемь С половиной Тысяч У Фаты И следом Идет Первый игрок Команды Иксгейм Это Манти С шестью Тысячами То есть он В два раза Проигрывает По Нетворсу По Икату И что с этим делать Не знаю Что с этим делать Как тут сражаться При том что нет Ни БКБ Ни Ленки Ничего Дефать не получается 1200 хп Уивера Которые могут Снести Если захотят За секунду Иквал Засыпают Ну без шансов Просто Разломали Запрыгивать На Пайката Пошла просветка Санстрайк Пайкат Очень больно Погибает Здесь Пайкат 585 золота Кстати дропает Ну а Тинни попытается Подпушить топ Нет не попытается Даже на хайграунд Не сунется Странно Ультаппарата По кентавру Заехала Еще и дабл эшнцу Но это вот зря Аппарата там Тысяча до аганима Формят Формят Ребята из Маус Никуда не торопится Ну и вот он Аганим у Бланара Сейчас есть просто Отличный Вижен Ночью Кого-то Находит Находит Вивера Нужно Он очень Сайланс Релокейт Ультаппарата Войт Ульт кентавра Шлейфом Аппарат его задевает Запрыгнул Крип Вис Вис Пята Таймлапс Ну и тут же Его засыпают Это минус Вивер Да Получился гант Несмотря на то Что вроде Вивер сделал Все правильно И таймлапс Проюзал И все что можно Но Тем не менее Не пошло Выход в мидл Вивера нет Все это прекрасно Понимают Все останавливать По сути Нечем Пуш Фата Запрыгивает Заггера Рубик Пошел Ультаппарат Ультаппарат Заедет По рифсу Рифс Проблемы Рифс Погибает Еще и попытка Спануть Сталката Нечем сбить Войдом Сбивают ТП Ну и Это минус 3 Минус 3 Не помог Здесь Ни дизраптор Ничто Просто размотали Ну и заход На хайграунд Вивер Паятся Через 3 секунды Попытается Задеф Тинвокер Пайкат Слоу граунда Наваливает Заходит Тинни Под виском Мы видим Как он разваливает Вышку Пошел Фортификейшн Не особо Это смущает Команду Маус Жучки Ни по кому Просто Да Тинни Нормально Объясняет Крипам Форджам Всем подряд Что Агоним Это сильно Начинают падать Бараки Рынджовый Барак Сначала падает Минус Рынджовый Ну и будут ли Бить милишный Не хотят пока Бить милишный Пайкат Может быть стоит Некров собрать Он собирает БКБ Судя по всему Ну и гоу Рошана Показывают Ребята Рошана Также заберут Я думаю Очень быстро Здесь конечно Нет минус армора Но В целом Дэмэджа хватает Летит Агоним Для аппарата Фата Контролить Чтобы никто Не подошел Одна треть Рошана Уже отсыпалась Мантис Ульт аппарата Попадет ли Войт Ульт аппарата Придется таймлэпсоваться Не успел таймлэпсоваться Тут аппарата запулили Байбэк от Вивера Хекс Сталкат Заблочили проход Форстафом вытолкнули Запрыгивает Стофата Фата здесь один Стан заивейдил Мансит Поднимаю телекинезом Пошел Бласт и Метеор Больно Мантис Мансит после байбэка Таймлэпс Уходит Начинает получать Лещей инвокер Инвокер Ничего не может сделать В БКБ Тинни Просто изничтожает Тысячка Еще тысячка минус Ну и глимсом Подтянули к остальным Вырос Рубик Кнул Тинни Получает за это Навал Киллинг спри Ну и Вивер Пока здесь бегает Пытается забрать аппарат Аппарат уже достаточно толстый Мантис На вес Погибает Минус 5 В исполнении команды Маус ГГ пишет Ватафака 34-10 26 минут Моуза Определенно Выигрывает Ну тут без шансов Просто Что ж Пока я вбиваю результаты Хочу сказать вам Немного о следующем матче Следующий матч Будет Рокскиз против Пауэррейнджерс Достаточно интересная Схватка Роксы сейчас В ударе Пауэры В принципе Себя плохо Неплохо Вчера показали И Наверное Будет заруба неплохая Ну а пока Музыкальная рекламная пауза Далеко не расходитесь Следующий матч Совсем скоро Минут 30 Будет перерыва И мы продолжим Легендарный The International Приближается 11 лучших команд Планеты В дисциплине Дота 2 Уже получили Приглашение На турнир Судьбу последних Пяти путевок Определит онлайн Отборочный этап С участием 40 сильнейших Команд Америки Европы Китая И Юго-Восточной Азии Официальные стрим-трансляции Отборочного этапа TI4 В регионе СНГ От студии Starluder И компании Стартуют уже 12 мая Только Дота На четырех стримах Одновременно С лучшей командой Комментаторов И аналитиков Кто Уже этим летом Отправится в Сиэтл За миллионом долларов Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр Смотри на ютуб-канале До новых встреч